Бытие ада и его страшные муки не противоречат бесконечной божественной милости, истинной справедливости и нерасточительной целесообразной мудрости. Напротив, милость, справедливость и мудрость требуют его бытия, ибо наказать угнетателя, попирающего права тысяч невинных людей, и уничтожить хищника, загрызшего сотню беззащитных животных, будет большой справедливой милостью для угнетенных. А помиловать этого тирана и отпустить на волю этого хищника будет огромной жестокостью для сотен несчастных против всего лишь одной непутевой милости. И точно так же абсолютный безбожник, который будет ввергнут в узилище ада, посягает на права и божественных имён, своим безбожием отрицая их, и на права всех созданий, свидетельствующих об этих именах, отвергая свидетельство созданий, и на права всех творений, превозносящих и возвеличивающих эти имена, отрицая их высокое предназначение восхвалять божественные имена. И в некотором отношении на права божественного правления, пробубията, проявление которого является целью сотворения Вселенной и одной из причин её бытия и продолжения существования, отрицая ответы созданий ему своими поклонениями. Так что это является таким великим преступлением и несправедливостью, что не останется возможности помиловать его. Он заслужит угрозу этого аята. Не ввергнуть его в ад будет являться против одной неуместной пощады, бесконечно огромной беспощадностью, ко множеству истцов, на чьи права он посигнул. Таким образом, подобно тому, как эти истцы требуют бытия ада, так же и слава могущества и величие совершенства твёрдо требуют его бытия. Да, если какой-нибудь сумасбродный, непокорный закону человек, посягающий на права подданных, скажет могущественному правителю тех мест «Ты не сможешь бросить меня в тюрьму и не сделаешь этого!» Таким образом задев его достоинства, то, конечно же, даже если в этом городе не будет тюрьмы, он сделает её для этого наглеца и бросит его туда. Точно так же человек, впавший в абсолютное безбожие, своим безбожием сильно задевает славу его величия, своим отрицанием грандиозности его могущества оскорбляет его и своим посягательством затрагивает совершенство его правления, рубубият. Конечно же, даже если не было бы очень многих оснований для очень многих предназначений ада и смыслов его бытия, сотворить для таких безбожников ад и ввергнуть их в него является необходимостью этого божественного достоинства и величия. К тому же, сама сущность безбожия сообщает об аде. Да, если сущность веры, имана, воплотится, то она своими наслаждениями может принять форму некоего индивидуального рая, и в этом отношении она скрыто сообщает о рае. Точно так же, как вместе с доказательствами обосновано в Рисале Нур и было отмечено в предыдущих темах, в безбожии и особенно в абсолютном, в лицемерии и в вероотступничестве имеются такие мрачные и страшные страдания и душевные муки, что если безбожие воплотится, оно обратится для этого безбожника в некий индивидуальный ад, и в этом отношении оно скрыто сообщает о великом аде. И с точки зрения того, что маленькие реалии, зарождающиеся на пашне питомника сего мира, дадут ростки в ином мире, это ядовитое семя указывает на то адское дерево закум и сообщает «Я являюсь его закваской, и для злосчастного, который таит меня в своем сердце, личным подобием того дерева закум будет мой плод». Поскольку безбожие является нарушением огромного множества прав, то, конечно, оно является безгранично огромным преступлением и, стало быть, заслуживает безгранично великого наказания. Поскольку человеческое правосудие, приняв 15-летний, около 8 миллионов минут, срок тюремного заключения за одну минуту убийства считает это целесообразным и соответствующим общественному праву, то, конечно, с точки зрения того, что безбожие представляет собой тысячу убийств, около 8 миллиардов минут мучений за одну минуту абсолютного безбожия соответствуют этому закону правосудия. Человек, который провел год своей жизни в этом безбожии, будет заслуживать наказание сроком на 2 триллиона 880 миллиардов минут, выразив смысл аята «Холидина фи-ха абада». Чудотворные изложения мудрого Корана о рае и аде и опирающейся на его истины и являющейся его тафсиром доказательства Рисаленур, касающейся бытия рая и ада, не оставили нужды еще в каком-нибудь другом разъяснении. Смысл очень многих таких аятов, как Субтитры создавал DimaTorzok И то, что все пророки и знатоки истины во главе с пророком Мухаммадом, мир ему и благо, постоянно в своих молитвах больше всего повторяли и молили «Защити нас от ада», который на основании откровений, вахии и духовных наблюдений, шухуд, стал для них очевидным, говорит о том, что самый великий вопрос рода человеческого — это спасение от ада. И чрезвычайно важной, грандиозной и ужасающей реальностью Вселенной является ад, который виден некоторыми из таких людей, как «Эхли-Шухуд», «Эхли-Кашф» и «Эхли-Тахкик». И часть из них, увидев лишь слабые проявления и тени ада, от ужаса его взывает о спасении. «Спаси нас от него». Да, в этом мире противостояние и смешение добра и зла, радости и печали, света и мрака, тепла и холода, красоты и безобразия, истины и заблуждения имеет очень великий смысл. Ибо если не будет зла, не будет поздно на добро. Если не будет печали, не понять радости. Свет без мрака потеряет значимость. Из-за холода появляются уровни теплоты. Из-за уродливости лишь в одной истине красоты выявляется тысяча истин и тысяча разнообразных степеней красоты. Без ада очень многие удовольствия рая останутся скрытыми. Исходя из этого, всякую вещь в некотором отношении можно узнать по ее противоположности. И тогда лишь одна ее истина, разрастаясь, породит много истин. Поскольку этот смешанный мир созданий из всего бренного мира течет в мир вечности, то, несомненно, подобно тому, как добро, радость, свет, красота, вера, иман и тому подобное текут в рай, так и такие изъяны, как зло, страдания, мрак, скверность, безбожие, выливаются в ад. И эти непрерывно плескающиеся потоки Вселенной вливаются в эти два резервуара, остаются там. Передавая разъяснение этого тонкостям, имеющимся в конце чудотворного 29-го слова, поставим здесь точку. Субтитры создавал DimaTorzok